Мы знаем, вы слушаете Радио Болткома Добро пожаловаться Я хотела спросить Вы слушаете меня, да? Да, да, Владимир, у меня такой вопрос Я хотела задать вам вот один вопрос Здравствуйте, я по такому поводу Каждый понедельник По сути вашего вопроса первое Пожалуйста, да, ответьте на вопрос Почему такой закон принес? Это уже не соблюдение строительных термотивов В 10 утра Господин Сидорко, не могли бы вы Разъяснить проблему проверки счетчиков? Здравствуйте, вот вопрос такой У нас два подвала идут параллельно, да? И два входа в них Обстоятельные ответы А как? Вы не могли бы нам посоветовать Я могу очень коротко сказать, что Мы коммунальные вопросы Очень сложные вопросы Это вопрос, наверное, не домоуправления И даже не жильцов Я понял вопрос В законе написано очень четко Председатель правления Центра собственников квартир Сергей Сидорко Вопрос У меня был господин Сидорко Я могу его задать? Не было ни одного случая Когда долги пристали У меня к вам вопрос А к кому вы хотите предъявлять претензии? В программе Добро пожаловаться Вот таков наш закон И еще раз всем добрый день Женщин, поздравляем с Международным женским днем 8 марта Ну и у нас на прямой связи Председатель правления Центра консультации собственников квартиры Коператива Бабака 2 Сергей Сидорко Доброе утро или добрый день Не знаю как Здравствуйте Доброе утро Доброе утро И Айвар Гонтарев Бывший руководитель РНП Здравствуйте Доброе утро Добрый день С 8 марта Всех наших прекрасных Ну и Я тоже хотел бы поздравить всех женщин Потому что их роль в нашей отрасли Не Вообще неописуема Все держится на женских плечах Поэтому С большой теплотой Поздравляю женщин И благодарны с ним За то что они делают для нашего общего блага Ну и Господин Страупа Я не знаю присоединиться Не присоединиться Наверное Может быть чуть-чуть попозже 6 7 212 93 9 6 7 213 93 9 Это телефоны нашей студии Можно звонить Задавать вопросы Если вас что-то волнует Интересует Какие-то есть Непонятные вопросы Вы можете сразу же получить консультацию Иногда даже как практика показывает И моментальную буквально помощь Да Вот Действительно Стало как-то По-зимнему Немножко Зима вернулась И Вопросы Я уж не знаю Наверное С отоплением Кого-то волнует Вот у нас есть звонок Здравствуйте Доброе утро Здравствуйте Да Пожалуйста У меня Значит Такая проблема В квартире Задекларировано Три человека В том числе Два человека Прямые наследники Они со мной не проживают Фактически многие годы Я проживаю Одна в квартире О чем свидетельствует Изиня Рига Социалос ДНС Которую я предоставляю В РНП Один раз в полгода Заплатила За мусор В 2020 году За три человека 85 евро За себя 28 И за них 57 Не проживающих В квартире Этих денег Мне не хватает На питание И лекарства При этом В месяц У меня Не набирается Мусора Даже 30 килограмм Вопрос Законно ли Представляет РНП Счет за мусор С меня За три человека Спасибо За внимание Спасибо Я так я Хорошо А у РНП Нет других вариантов В принципе У них В законе прописано И то что в законе Прописано Они должны Это выполнять С вашей стороны Тогда нужно понять Если вы владелец Квартиры Тогда вы В праве Скажем так Обратить внимание Майоклевитис Департамент Вы по-моему Можете Обратиться И сказать Что вот эти Люди Не проживают В моей квартире И сами Не хотят Продекларировать Своё место жительства В другом месте Права Находиться В этой квартире У них Например Нет Да И на основании Этой информации Они могут Тогда Попросить Аннулировать Им Место декларации Там есть Такая специальная Процедура Ну РНП Это же Еще раз так Это Это Принудительный Управляющий У которого Есть прописан Закон И они могут Действовать Только по закону Да Там Это Самопровенческая В принципе Организация Распределяется Между собственниками Квартир В аналогичных Правилах Кабинета Министра 524 И там Можно Профессионально Площади Квартиры Профессионально Квартиры Там есть Другие Методы То есть Здесь Надо В первую Очередь Пытаться Самим Внутри Дома Разобраться Какая Методика Вам Могли Могли Взять На себя В обмен Вот На Вот Это Оплату Мусора Это уже Внутреннее Семейное Дело Это Внутреннее Семейное Дело Радиослушательница Это же Сказал Что Они Прямые Наследники То есть По Каким-то Причинам Они Не хотят Декларироваться В других Местах Хотя На право Наследования Декларация Никак Не влияет Ну Значит Есть Какие-то Внутри Семейные Проблемы Это уже Им надо Разбираться Внутри Семьи Но Методика Да Предусматривает Что Согласно Количество Декларированных Люксов Надо Делить Счет По Если Вопрос Был Законно Ли Это Да Законно Ну И Все-таки Мне кажется Что Да Действительно Несмотря На Какие-то Внутри Семейные Дела Ведь Это Опять-таки Ну Люди Понимают Что Задекларировавшись Они На пожилого Человека Накладывают Какие-то Дополнительные Обременительные Платежи Это Как бы Ну Если их Поставить в Известность Может быть Можно Как-то Этот вопрос Отрегулировать Потому Что Это Ну Понятно Что Такова Жизнь 6 7 212 93 9 6 7 213 93 9 Вот В прошлый Раз Мы Собирались Затронуть Тему Ремонтов Не Успели Из-за Того Что Было Очень Много Звонков И Вот Как-то Начинали Эту Тему И Она Подвисла Я Понимаю Что Все-таки Несмотря На То Что Сейчас Опять Какое-то Такое Немножко Зимнее Время Тем Не Тем Ремонтов Актуальна Но Давайте Примем Еще Один Звонок Сорвался Звонок Если Будет Желание Звоните Телефоны Не Изменились А пока Мы Может Начнем Эту Тему Ремонтов Ну Я бы Хотел Сразу Сказать Что Поступают Звонки От Радиослушателей По Телефонам С Вопросами По Ремонту Но Обычно Вопросы Задаются Такие Сколько Может Стоить И Там То или Иное Действие Ремонтная Работа Как Надо Проводить Я бы Хотел Призвать Всех Кто Думает В серьез О ремонт Задуматься Вот над чем Невозможно Можно Делать Ремонты По Фрагментам Отдельно Крыша Отдельно Чердак Отдельно Трубы Еще Что-то Но Не имея Общей Картины Какую Вы должны Получить В конечном Итоге Это все Может Превратиться В достаточно Большую Бессмысль Поэтому У меня Призыв Ко всем Кто думает О ремонтах Начать С базы Вам Надо Убедиться Есть Произведен Или Не Произведен На вашем Доме Энерго Аудит Потому Что Любые Мероприятия По Энергоэффективности Нужно Делать Не В приглядку Так Ну Вот Давайте Окна Поменяем А Совершенно Четко По Требованиям Энерго Аудит Чтобы Чтобы Сразу Вписываться В современные Требования По Энергоэффективности Это Касается Любых Других Работ И Желательно Конечно И нужно Обязательно Кроме Перед Энерго Аудитом Сделать Акт Технического Обследования Где Инженер Вам Четко Пропишет Все Проблемные Места Вашего Дома И Сравнит Ну Пригодность Коммуникации К эксплуатации У нас Вот Есть Звонок Пока Здравствуйте Здравствуйте Доброе утро У меня Тоже Вопрос По Стоимости Работ Скажите Пожалуйста Сколько Примерно Хотя Вы Порядок Цифр Может Стоить Скажем Домена Крыши В старом Доме Довоенном Пятиэтажном Дом В принципе В порядке Что касается Там Теплоизоляции Подвалы В порядке Все Да Но крышу Надо Заменять Просто От и до Как говорится Сколько Это Примерно Может Ставить Буду Очень Благодарна Спасибо Спасибо Я Сразу Скажу Что я Не берусь Отвечать Потому что Нужно Знать Вообще Крыша Состоит Из двух Элементов Крыша И кровля То есть Сама Конструкция Несущая На которую Потом Размещаются Кровля И здесь Вопрос Такой Это Зависит От того Что у Вас Есть В каком Состоянии Все эти Элементы То есть Опять Я могу Сказать Так Для того Чтобы Делать Нормально Все На сегодняшний День Ремонт Крыша Нужен Акт Технического Обследования Нужна Выбраковка Того Что Уже Изношено И после Этого Нужен Проект И смета Так Сказать Навскидку Но От Нуля До Бесконечности Тут Совершенно Очень трудно Ответ Может У Айвара Есть Другие Данные Ну Нет Сергей Прав Потому что Один Из последних Тоже Каких-то Случаев Было Дом Тоже Олимпед До Военной На улице Бри Бри Бривос Большая Крыша И И Две сметы Одна Там На 30 тысяч Одна На 170 Кто прав Когда Начинаем Копаться Говорят Ребята У вас Техническое Заключение Есть И по Конструкциям По всему Остальному Чтобы понять Почему Там Здесь Под снос Под 170 тысяч А по 30 Там понятно Что там Конструкции Живы Все Все хорошо И только Роли Нужно Поменять И Все Здесь Нужно Смотреть Техническую Документацию И сравнивать Технические Решения По Технической Документации Звонок У нас Здравствуйте Давайте Отвечу Парушни Все таки 8 марта 100 евро Квадратный Метро Это будет Стоить А если Там Есть Какие Дополнительные Опции Они Отдельно Обсуждаются Как Вот Только Что Кто-то И Коллег Сказал Но 100 евро Это Средняя Цена По Городу Ну Спасибо Еще Вопрос Только Остался Открытым 100 евро По площади Самой Кровли Или 100 евро Это Относится На Жилую Площадь Здесь Тоже Показатели Такие Немножко Разные Но Я еще Раз хочу Повторить И Призвать Всех Надо Мыслить По Современному А это Значит Нужно Иметь Исходную Хорошую Техническую Документацию Чем Сходную Техническую Документацию Тем Дешевле Будет В конечном Счете Ремонт Потому Что Можно Привести Пример 30 тысяч Поменяем Кровлю 100 евро Поменяем Кровлю Сняли Кровлю Опа А там Еще На 100 евро Если Не было Технического Обследования И Отсюда Сразу Выскакивают Совершенно Разные Цифры Поэтому Я бы Советовал Начните С простого С технической Документации Не так Это Дорого Начнут Возмущаться И говорить Что почему Мы же договаривались 100 евро За квадратный метр А теперь Вы начинаете Накручивать Цены Выкручивать Нам руки Естественно А потом Ты можешь Просто Оказаться Не готовым Начнешь Работать То есть Уже Вложишь Деньги А потом Выяснится Что финансирование Нужно Абсолютно Другое И вот Тут Можно Конечно Очень тяжело Поплатиться За вот Желание Сэкономить Несколько Тысяч Евро На Подготовительные Документации Здесь Классическая Ошибка Классическая Ошибка Жанра Наверное Можно назвать Что вот Люди Пытаясь Сделать Хорошо Вызывают Знакомых Мастеров Или просто Строительную Компанию Говорят Сделайте Нам Крышу Строитель Дает Смету Некую И готов Это делать Или уже Например Сделал А потом Спрашиваете А почему Так сделали Почему Это сделали Да Ну Как Вы же Сказали Сделайте Крышу Я как Видел Так и Дал Смету То есть Здесь Из этого Очень важно Сразу Изначально Понять Что нужно Делать Почему Нужно Делать И как И потом Уже есть Сравнительные Данные На которых Можно Опрашивать Строителей И за сколько Каждый Что сделать Конечно Строитель Тоже Можно спросить А что Вы еще Видите Что Вы еще Посоветовали И тогда Уже Таким Методом Дойти До Того Заказа Который Именно вам Нужен Именно вашим Дом Вот этот Акт Технического Обследования Куда нужно Обращаться Чтобы его Получить И сколько Это может Стоит Строительному Инженеру Все инженера Такого рода Которые имеют Право Составлять Акты Технического Обследования Они Расположены В Бубнице Информативной Системы Такая Система БИС В интернете Есть И там Все Специалисты Строительные Которые Имеют Право Давать Такого рода Заключения Они Перечислены С номерами Сертификатов И так далее И там Можно найти В этой базе Данных Подходящего Тебе Специалиста И сколько Это может Стоить Обследование Ну От Нескольких Сотен До нескольких Тысяч Что зависит От того Что вскрывается В процессе Потому что Обследование Это такое Не Есть Визуальное Начинается Все с визуального И это Несколько Сотен Стоит Но потом В процессе Визуального Обследования Может потребоваться Еще инструментальные Исследования И тогда Это уже будет Стоить Или привлечение Конструктора Для просчета Прочности Зданий И так далее То есть там Вариантов Очень много Но опять-таки Я говорю Что это Обязательный факт Потому что Вообще В принципе Что говорит В итоге Технического Обследования Специалисты Это здание Вообще Можно продолжать Эксплуатировать Или нет Потому что Может оказаться Я не говорю Что это должно Оказаться Но может оказаться Так В силу того Что некоторые Конструкции Изношены Очень сильно Смысла Ремонтировать Крышу Допустим Нету Если у вас Уже Фундамент Разрушается Ну какой смысл Поэтому Технический Специалист Строительный Специалист Сначала Дает Отзыв Об Об общем Состоянии Здания И потом Переходит Уже Конкретных Деталях Для того Чтобы Обратиться К такому Специалисту Инженеру Какое количество Голосов Жителей Собственников Квартир Необходимо Для того Чтобы дом Принял решение Что мы потратим Несколько тысяч На акт Технического Обследования Я не знаю Но на самом деле По-моему Нормативная база Позволяет И без голосования Такие вещи Заказывать Потому что Если есть Топственная Необходимость В ремонте То сначала Должно Должно Ознанное Или обследованное Состояние здания Поэтому зачастую Это можно делать Без согласия Но в принципе Если хотим Согласия Это 51% А кто тогда Принимает решение Что он нужен Ну вот Просто Ну я Моделирую ситуацию Вот в доме Кто-то говорит А зачем Кто это придумал Тратить Выбрасывать деньги На ветер На этот акт Технического Обслуживания Обследования Извините И говорит Что я Вообще не собираюсь Там моих денег Не буду платить Ну то есть Есть правила кабинета Министров со сроками Службы Отдельных коммуникаций То есть Есть нормативные Сроки службы Отдельных коммуникаций Есть сроки службы Для разного типа зданий Если срок службы Конкретного здания Или коммуникации Приближается уже К финишу А это Для большинства Северных построек Так и есть По тем нормативам То обязанность Собственника Обеспечить Техническое Обследование Это его обязанность И обязанность Управляющего Это выполнить Поэтому здесь В таких ситуациях Когда у нас Есть здания Сирийные постройки У которых Срок службы 50 лет Они уже должны Иметь акт Технического Обслуживания Здесь нет повода Для голосования Если у нас Срок службы Водопровода 20 лет А прошло 40 Наверняка Должно быть Акт Технического Обследования Согласно Заключения Эксперта Можно ли Продолжать Эксплуатировать Данные коммуникации Здесь по-моему Особых Площадок Для дискуссии Нет Но в принципе Если голосование Если это включать В плановые Ремонтные работы 50% Должны Так у нас Звонок Здравствуйте Извиняюсь Господин Тедорко Нас немного путает Давайте Расставим Все на свои места Во-первых 100 евро Квадратный метр Стоит Это вам говорит человек Который сейчас Едет на реконструкцию Такой крыши И 20 лет этим занимается Квадратный метр Кровли Кровельной конструкции Называйте ее Как угодно 100 евро Второй момент Как она превращается Из 100 евро В 300 После того Как она попадает К таким ребятам Как господин Сидорко И они начинают Заниматься И вот стоимость Вот этих бумаг Макулатуры Она увеличивает В 2-3 раза Стоимость Реконструкции Крыши Но смотрите Порядка 500 фирм 500 фирм В Латвии Которые более 20 лет Этим занимаются И когда вы Обращаетесь Ко мне К строителю И вы Владелец крыши У нас все это Будет в 2-3 раза Дешевле Чем вы обратитесь Господина Сидорко Потому что Когда они вам Выставляют сметы Строителей По бумагам Все сходится Сколько строителей Попросили Сколько крыши Стоит А вот сколько Стоит их услуги Это кос Значит Я позволю себе Ответить Поскольку персонально Господин Сидорко Ни разу В своей жизни Ни одной крыши Не делал Поэтому Все ваши Слова о том Что я что-то Накручиваю Это На вашей совести Остается Следующее У меня к вам вопрос Уважаемый строитель Сто евро С каким покрытием Кровли С каким материалом С какой заменой И так далее А теперь я хочу Спросить у вас Почему я постоянно Сталкиваюсь Когда заказываю Ремонт кровли С таким разбросом Который говорит Господин Гонтарев От 30 тысяч На одну и ту же Кровлю До 130 тысяч А я отвечу вам Почему Потому что Изначально Не прописан Список работ Изначально Нет экспертной Сметы И нет технических Требований На ремонт Кровли Вызывают Такого хорошего Человека Как вы И говорят Вася Сделай мне Хорошо Вот сделай мне Кровлю Вот так Вот Вот 100 евро А кто сказал Что 100 А почему А почему Не 50 А какими Кровлями Вы занимаетесь Сухими Бетонными Или вы Занимаетесь Скажем С Мягким Покрытием Бетонные Кровли Или вы Занимаетесь Кровлями Какими-то Еще Третьими Чем Вы Пользуетесь Это все Остается За скобками Но вы Сделаете В 2-3 раза Дешевле Нежели Ну Спасибо Только Единственное Я хочу сказать Я когда Объявляю Конкурс У меня Есть на руках Экспертная Смета И все Товарищи И вы Тоже В том числе Придете И будете Осмечивать И будете Давать мне Предложения По конкретному Перечню Работ Которые Мне Порекомендовал Эксперт А вот Что Какова Ваша Ответственность После Ремонта Кровли Поэтому Не надо Так Упрощенно Говорить Что Вы Хорошие Вы Один Единственный В мире Здравствуйте Доброе утро Доброе утро Еще раз Это Я Насчет Крыш Я спрашивала Хочу уточнить Не только Замена Кровли Но и Полностью Там Стропила Балки Или как Крыша Не проветривалась И там В общем Все довольно Не очень Хорошо И вопрос Такой Но На сколько Процентов Или во сколько Раз Это Это Может Удорожать Так Сказать Все работы Спасибо А что именно Матерпиловым Материалом Или лесоматериалом Которые Есть А не просто Балка Там тоже Должно быть Прописаны И качества И пропитка И обработка И так далее Там очень много Нюансов Есть На которые Строители Очень часто Вообще Они молчат Поэтому Там Должен Применяться Если Это Древесные Конструкции Должны быть Пропитаны Определенными Противопожарными Составами Определенными Антибактериальными Составами И так далее Там очень большой Комплекс вопросов Поэтому Вот так Вот Ответите Вот Сколько Ну Можно сказать 100 евро Давайте Отталкиваться От того Что Сказал Уважаемый Радиослушатель 100 евро А может 50 А может 200 Ну То есть Все Будет Более Менее Понятно После Акта Технического Обследования Да То есть Понимаете Олег Я хотел бы Сказать Последнее Но это То же самое Что Сколько Стоит Холодильник Ну Вот Сколько Он стоит Он по-моему Стоит От 50 Евро В автомобиль До Несколько Тысяч В Ресторан Как Вот Как Хочешь Все Это Холодильник Точно Так Жи Крыша Все Это Крыша Но там Есть Столько Всевозможных Подводных Камней Я никого Не наложу Тень на плетень Я Придерживаюсь Другой точки Есть Специалисты Они скажут Доверьтесь Специалистам Но не тем Которые Будут Выполнять Работу А те Которые Специалисты Именно В проектировании И в оценке 6 7 212 93 9 6 7 213 93 9 Вот Мы Затронули Сейчас Такую Большую Большую Тему Ремонта Крыш Но в принципе Ведь вообще В это время Я понимаю Ремонтов И вот мы Говорили о том Что Остановились До Звонка Слушательниц Которая нас Немножко увела В конкретную ситуацию О том что Необходимо Энергоаудит И акт Технического Обследования Вот Когда Будет Ясна Общая Картина Что Тогда Происходит Дальше Когда Есть Общая Картина Тогда Вы Уже Имеете Возможность Выбрать Последовательность Действия То есть Вам эксперт Говорит Что Наиболее С его Точки Зрения Остро На данный Момент И что Можно Продолжать Там В пределах Какого-то Времени Ну и После Этого Начинается Выбор И уже Скажем Так Уже Подробная Разработка Технических Требований Спецификаций На Конкретные Ремонтные Работы И Тогда Уже Можно Когда У вас Есть Когда Вам Понятно Опять-таки Если Мы Покупаем Холодильник Мы Должны Понимать Какого Объема Какой Мощности Еще Мы Все Это Должны Определить Точно Так же В Строительстве Нужно Определить Какими Материалами Работаем Какой Конструктив Каков Объем Работ Какие Особые Требования Вот Допустим Я могу Привести Два Примера Один Пример Я сталкивался Массово С документацией На Замену Стояков Все Сегодня Меняют Стояки С металла На Пластмасс И Ни В Одном Проекте Что Я Посмотрел Непредусмотрены Противопожарные Муфты Которые Обязательно Должны Почему А строитель Понимая Что это Резко Удорожает Проект Просто Не Упоминает Об этих Муфтах Что Происходит Потом Не дай Бог Пожар Огонь Проник Через Это Отверстие Которое Не было Защищено Противопожарные Муфты Строитель Вам Второй Пример Это Точно Так Же Массовые Заявки На Замену Электроинсталляции В подъездах Заменить Стояки Электрообеспечения Проводостарые На новые Тоже Масса Заявок Масса Проектов Ни в одном Проекте Не было Упоминания О том Что После Проведения Работ Должен Акт Замера Сопротивления Новых Цепей Опять Та же Самая Ситуация Не дай Бог Что Пойдет Не так Виноват Кто Заказчик Поэтому Когда Мне говорят Что Строитель Придет И скажет Все Хорошо Я Нисколько Не хочу Обидеть Или Унизить Строителя Я хочу Сказать Так Есть Разные Сферы Есть Контролирующие Есть Исполняющие Так Будьте Добры Разделите Есть Проектировщик Есть Контролер И Есть Исполнитель Разделите И тогда У вас Все Будет Хорошо 6 7 212 93 9 6 7 213 93 9 Телефоны В студии Вот Мы Продолжаем Разговор О ремонтах И о строительстве Да Здравствуйте Алло Доброе утро Доброе Будьте Добры Вот Такой Вопрос Человек Покупает Квартиру В Многоэтажном Доме И При У него Допустим Два Варианта И При Прочих Равных Условиях Он Обращает Внимание Какой Дом Предоставит Ему Больше Удобств Допустим Лифт И Мусоропровод Значит Чтобы не Выходить На улицу Он Выбирает Второй Вариант Где Есть Мусоропровод Дальше Рижская Дума Заваривает Это То Есть Его Удобство Одно Исчезает У него Понижается Качество Жизни Вот Как Это Рассмотреть И Если Это Ерунда Которую Сейчас Придумала Рижская Дума В других Городах Латвии Спасибо Спасибо Трудно Что-то Ответить Но Придумала Рижская Дума Запретила Мусоропровод Она Кстати Не требует Чтобы Вы заваривали Она требует Чтобы через Мусоропровод Не сбрасывался Мусор Она позволяет Вам Тогда Из мусороприемного Помещения Убрать Контейнер Что Лоб То Пол Что Я могу Вам Сказать Я не знаю Какой Правовой Механизм На сегодняшний День Позволит Нам Опротестовать Это Решение Рижской Думы Потому Что Насколько Я понимаю Министр Региональной Среды И Самоуправление Тоже Двумя Руками За Ну Сделали Они Такое Решение Мы Вынуждены Подчиниться На этом Хотя Я хочу Если Мы Наверное Можем Вспомнить Сергей Да Да Извини Мы Наверное Можем Вспомнить Историю При каких Обстоятельствах Все эти Законы Были Приняты Это Можем Назвать Как Общую Истерику По Риге Потому Что Основаясь На Этого Сняли Мэра Да Там Были Поставлены Другие Люди Заведователь Городом И Конечно В полной Истерике Пытались Что-то Поменять Да И не Продумав Все Последствия Вот Такого Решения Ну Про это Мы уже Много Передач Мы говорили Что Правильно Быть Подходить К этому Вопросу Плавно То Думать Где Будут Эти Места Сортировки Мусора Думать Не про Конкретные Домы А про Квартовы И так Далее Но С юридической Точкой Зрения Если смотреть На этот Вопрос Он Чароват Тем Что Если Кто-то Обратился Я думаю Там 50 на 50 Что Его Отменили Почему Потому Что Получается Что Дом Юридический Он Читается Как Частная Собственность И Здесь Нет Никакой Например Наружной Опасности Что Было Если Бы Не Заварили Мусоропроводы Получается Что Дума Своим Решением Юридически Влезла В наш Дом И что-то Организовывает В нашем Доме Ну С Таким Ж Временем Они Могут Сказать Что Вот Вы Должны Ходить По Коридору Вот В таком Направлении В кухне Вот В таком Направлении Да По-моему Здесь Так 50 на 50 Ну Еще раз Подумай Мусоропровод Это Думаемая Часть Мусоропровода Принадлежит Каждому Из Вас И на Каких Правах Нас Заставляет Как-то По-другому Что-то Делать В нашем Доме Если Была Была Какая-то Наружная Опасность Например Тот же Самый Газопровод Еще Что-то Сказали Их Переделать Или Заставляли Бы Переделывать Вытяжка Какая-то Ну Связанные Вопросы С огнем Пожароопасности А еще Что-то Ну Это Мусоропровод Здесь Нет Никакой Связи С Каким-то Нарушением Которые Могут Привести Гибель Чего-то Ну Нет Это Просто Вот Идея Такая Что Завариваем Мусоропровод Чтобы Сортировать Заставить Людей Сортировать Не Подумывая Во всем Остальном Но Оно По-моему Оно Нарушает Наши Как Владельцы Квартир Наши Права И за то Что мы Платили Если я могу Согласиться Я выбрал Дом Который Больше Комфортаблен Где Есть Мусоропровод А мне Его Отнимают Почему Ну Здесь Я возражаю Реческая Дума Поправилась Она сказала Что если Дом Проголосует Не заваривает Мусоропровод То Дом Может Принять Такое Решение Но В этом Случа Санитарными Правилами Запрещено Держать Приемный Контейнер То есть Ребята Гать Под себя Называется Так То есть Они Выкрутились От этой Ситуации Но Насколько Вообще Ущербно Зеленое Мышление В городе Риги Я хочу Привести На другом Примере Вчера Столкнулся Со статьей Что есть Такая Общественная Ассоциация Нулевые Отходы Они Взяли 100 Килограммов Того Мусора Который Считается Сортированы И перебрали И выяснилось То что То что мы Сегодня Сортируем Примерно 60 От 60 До 70 Процентов Не подлежит Повторной Переработке То есть Мы начали Сейчас Активно Сортировать То что Потом Никаким Образом Ну по крайней мере Теми способами Что существует В Латвии Повторно Переработать Нельзя Вот это Профанация Давайте Поставим Велодорожку Направим Транспорт Стоять в пробках В соседних Улицах С тем Что там Были выбросы В три раза Больше Но зато У нас Будет Здесь Велодорожка И упрёмся Рогом Сейчас Мы упрались Рогом В сортировку Недаром Я понимаю Почему Звонит Радиослушатель И говорит Что у него Там В районе Мусорная Компания Которая Видимо Разобралась Тем Что это Все Неперерабатываем То что Сегодня Приказано Сортировать А она Начала Отказываться Брать Это бесплатно Ну вот Вроде бы Казалось бы Министерство Есть Целые там Комитеты Есть Но наверное Надо было Проанализировать Упаковки Виды упаковки Что Перерабатываем И что нет Наиболее Жёстко Сразу Оговорить Эти правила Ничего Подобного Давайте По другому Действовать Давайте Мы зелёное Мышление Внедрить Ну да Не говоря уже О том Что в принципе Эти Эти Контейнеры Для сортировки Мусора Стоят Ну не По всему Городу Не Не так Доступны Не в зоне Такой вот Доступности Для многих Домов И конечно Это не очень Удобно Для людей Выносить Туда А сейчас Следующий Подарок Есть требование Разместить Контейнеры Для пищевых И гниющих Отходов Около Каждого Дома Вот тоже Очень прекрасная Вещь Когда у вас Под окном Будет стоять Смерлящий Контейнер В летнее Время С мухами Вот что мы Будем делать Но обязанность Дали Да Вот теперь Давайте Это Собирать Ну да Ведь как раз Таки Уходили Мне кажется Вот от этого В свое время Чтобы не было Вони Чтобы не было Не знаю Мух Крыс Там и прочих Какой-то живности В советское В советское время Я лично Помню Что было Такое На каждом Я в 12 этажке Жил На каждом Этаже Стояло По ведру Для пищевых Отходов Но дворник Два раза в день Выносил А сегодня Предполагается Что жители По собственной воле Будут накидывать В этот контейнер Поскольку он Платный То пока он Не заполнится Никто В здравом умении Не подпишется Его вывозить Потому что Подход мусорщиков Подъехали к контейнеру Каков его объем Столько мы и вывезли Неважно Там На донышке Или на половину Или полную Поэтому Ну такая Очередная попытка Скопировать Чужое поведение Не очень понимая Наверное Что к чему Это приведет Ну а вот Если какой-то прогноз Чем это может Закончиться То есть Пока ведь Мы не видим Ну такого Массового Протеста Хотя вот Звонки постоянно Возмущенные Приходят к нам В студию Но люди Не выходят На улицы Не пишут Там не знаю Десятками Сотнями Тысяч Там письма Не выходят На демонстрации Пикеты То есть Чем может Закончиться Ну игнорирование Игнорирование Это требование Вот Чем это может Закончиться Никто меня не может Заставить сортировать Могут призвать А заставить Ну то есть Раздраженные люди Могут просто Выбрасывать Мусор Куда придется И Этим Скорее всего Так Все завершится Буквально Вот Если можно Быстро Очень быстро Ваш вопрос Сделайте пожалуйста Тише радиоприемник К сожалению Наверное Не слышит нас Ну что же На самом деле Время Программы Подходит К концу И спасибо Всем кто звонил Задавал вопросы Если есть Желание Можно Написать Вопросы Если На ватсап 2 23006191 Сергей Сидорко Председатель Правления Центра Консультации Собственников Квартир И Председатель Кооператива Бака 2 И Айварс Гонтарев Бывший Руководитель Ригас Саму Парвалдник Были Сегодня С нами На прямой связи Спасибо Им большое За Время Которое Они нам Уделили Пишите На номер Ватсапа 2 006191 Ну и Во время Передачи Можно смело Звонить 67212 939 67213 939 До встречи В следующий Понедельник До свидания День в день Час в час Минута в минуту Радио Болтком